Церковь Русская, красуйся и векуй! Церковь Русская, красуйся и векуй! Церковь Русская, красуйся и векуй! Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, уважаемый Николай Николаевич, губернатор Калининградской области, уважаемый Никита Юрьевич, губернатор Вятской области, высокие наши гости, дорогие отцы, матушки-игумени, братья и сестры, всех вас сердечно поздравляю с воскресным днем и с праздником, который сегодня имеет место быть в нашем Граде, Калининграде, на этой земле, которая знала и помнит многие страдания и скорби, но которая сегодня, несомненно, обретает то, что многих наполняет великой радостью. И вот наше совместное совершение богослужения в этом величественном кафедральном соборе, который построен совсем недавно и который стал символом города, многие жители которого не верили в то, что они смогут долго жить на этой земле, ибо тогда, когда созидался этот храм, ходили нелепые слухи о том, что нужно уезжать из Калининградской области, что у этой земли нет будущего, что с ней не стоит связывать свою жизнь и жизнь своих детей. И тогда обращались к нам очень многие, сделайте что-то, чтобы мы могли почувствовать, что это наша земля навсегда, что это наша Родина. И именно в то время, когда экономическое положение страны было чрезвычайно трудным, мы задумали построить в центре Калининграда этот пятиглавый собор. И несмотря на последующие экономические провалы, дефолты, этот собор был возведен. И сегодня, взирая на всех вас, я радуюсь, потому что через стены этого собора вижу прошлое и понимаю, какой огромный путь все мы с вами прошли. Созидание не только этого храма, но и десятков других храмов по всей Калининградской области, где в течение более чем сорока лет не было вообще ни одного православного храма. И это выросшее с нуля, а может быть даже из минуса, живая христианская православная община сегодня имеет свое слово, свой голос, свое влияние через ту молитву и через те дела, которые она совершает на этой Калининградской земле. Мы приходим в Божьи храмы для того, чтобы здесь встретиться с Господом, почувствовать Его присутствие. Нам иногда трудно стоять, но мы стоим, потому что понимаем, что здесь происходит некая тайна, которую невозможно рационально выразить, но которая открывается нам во внутреннем нашем религиозном опыте. Мы чувствуем Божье присутствие, мы чувствуем Его благодать. Мы впитываем в себя слова божественные, которые слышим через чтение Евангелия, апостольских посланий, через многие молитвы. И эти слова потом отзываются в нашей душе многими добрыми делами. Вот и сегодня я хотел бы сказать несколько слов о том, что мы услышали из послания апостола Павла. Это послание проникнуто многими и многими сильными, меняющими человеческое сознание мыслями. Он написал его, обращаясь к жителям малазийского города Колоссы, Колоссянам, мы так именуем это послание. И апостол просто учит, как человек должен жить для того, чтобы он был счастлив, для того, чтобы проблемы, которые кажутся безнадежно нерешаемыми, решались. Что нужно делать для того, чтобы конфликты, которые кажутся неразрешимыми, ибо затрагивают вроде принципиальные основы бытия, чтобы они разрешались. А если говорить о конфликтах, то ведь это мощный фактор, который понижает качество человеческой жизни, а иногда приводит к болезням душевным и телесным, к нарушению покоя, к помешательству в полном смысле этого слова. Конфликты разрушают целостность человеческой жизни. Они отвлекают ресурсы. И не только материальные ресурсы, интеллектуальные ресурсы. Силу человеческой природы разрушают, истощая действительно наши возможности. Каждый человек проходит в жизни через конфликты. Семейные. Нет здесь ни одного, кто бы не имел опыта семейных конфликтов. И многие из нас, из вас лучше, чем я, знают, как действительно человек ни о чем думать не может, делать не может, когда только вспомнит о том, что у него дома творится. А конфликты на работе, когда иногда за этими конфликтами скрывается желание одних нанести урон другим, сознательно омрачить их жизнь, разрушить спокойствие. Иногда мы идем на эти конфликты, движимые якобы каким-то высшими соображениями, политическими, экономическими, корпоративными, неправильно понятой солидарностью, неправильно понятым долгом. А на самом деле несем разрушение другим, сами себя разрушая, потому что мне отмщение и аз вас дам, говорит Господь. А вот что же мы слышали сегодня в словах апостола Павла? Он нас учит, как нужно преодолевать конфликты и говорит очень простые слова. Снисходите друг ко другу, прощая взаимно. Снисходите. Потому что ведь всегда, вступая в конфликт, мы себя считаем правыми. А для того, чтобы простить другого, нам нужно сойти с нашего Олимпа, нам нужно опуститься на землю, нам нужно увидеть и понять другого человека. И только тогда, когда мы ставим себя на место того, кого обижаем или кто является участником конфликта с нами, только тогда открывается возможность простить человека. Но не просто простить, взаимно простить. Можем себе представить, что произошло бы с нашим обществом, с родом человеческим, если бы мы были способны в одночасье простить друг друга. Я приведу такой пример. Очень часто в быту, сознавая, что что-то не так происходит в нашей жизни, мы пытаемся начать все сначала. Открыть новую страницу. У разных людей это происходит по-разному. Кто-то говорит, что, ну вот, после праздников начну новую жизнь, перестану пить. А другой говорит, а с понедельника я берусь за ум и буду делать то-то, то-то и то-то. А нередко мы говорим, ну надо начать с того, чтобы, ну что-то освежилось в нашей жизни. Нередко хозяйке делаю уборку в доме. И потом взирая на убранное помещение, тоже говорят, нет, надо начинать другую жизнь. Вообще этот образ уборки очень важный образ. Он имеет отношение не только к дому, не только к территории вокруг дома. Он имеет отношение к нашим городам, к нашей жизни. И в каком-то смысле этот образ и является образом примирения. Уборка – это уничтожение всего ненужного, наносного, грязного, скверного. Это наведение порядка в жилище, в уме, в общественных отношениях. А такая уборка может произойти только когда мы прощаем друг друга. И когда никакие политические симпатии, антипатии, никакие политические партии, никакие разноликие идеалы не способны осквернить наших отношений. Для того, чтобы изменить жизнь, нам нужно прибраться, навести порядок в наших сердцах, в наших душах, изменить отношение к другим. Вот тогда будет чистота в наших отношениях, если научимся прощать друг другу, а не козни творить друг другу. Ключевое, конечно, слово «взаимно». Без этого не может быть полного, глобального прощения. Всегда останется кто-то, кто будет считать себя обиженным, тот, кто будет считать себя в проигрыше. Но есть еще одно слово, о котором говорит апостол Павел. Снисходите друг к другу, взаимно прощайте, как Христос простил вас, так и вы прощайте. Ведь Он простил нас, Он взошел на крест. Он ведь не вел борьбы с римлянами и с иудейскими первосвященниками до конца. Он ведь не боролся с ними до положения своих рис. Он просто простил всех и взошел невинным на крест, подавая всем нам величайший пример прощения, обновления жизни, удивительного средства, способного жизнь сделать иной. И дай Бог всем нам запомнить эти такие простые слова апостола Павла. Снисходите друг к другу, прощая взаимно, как Христос простил вас, так и вы прощайте. И давайте с этими словами покинем сегодня этот храм и новыми глазами посмотрим на наших родных, близких, с которыми мы в конфликте, на наших собратьев, сослужителей, на наших коллег, на наших соперников, в том числе политических, экономических. И если хватит нам сил простить других, то мы сделаем куда больше, чем любые человеческие хитросплетенные стратегии борьбы, которые всегда практически разрушаются, разлетаются в осколки мелкие, потому что все то, что мы творим, нагромождая целые горы ненависти, отчуждения, не соответствует воле Божией, а потому представляет из себя зыбкую почву, на которой невозможно построить прочного здания. И пусть Господь, вразумляющий нас своим словом, пребудет рядом с нами, укрепляя нас в добрых мыслях и в добрых поступках. Аминь. Я хотел бы сердечно поблагодарить преосвященных владык, которые прибыли в наш храм для рукоположения владыки Даниила, радуясь, что вместе с преосвященными, прибывшими из Вятской епархии, губернатор Никита Юрьевич Белых и другие представители. Вот сегодняшний праздник, воскресный день, мы усугубили совершением великого таинства, рукоположения нового епископа, которому придется нести свое служение в благословенной и благочестивой Вятской земле. Память о пребывании здесь я бы хотел для нижних помещений сего Собора Христа Спасителя преподнести вот этот ковер, ручную работу, сделанную очень известными мастерами. И дай Бог, чтобы память, в том числе и сегодняшнем дне, воскресала в нас, когда будем взирать на это замечательное изображение Богоматери и 12 двунадесятых праздников. Я хотел бы также, Владыка, поблагодарить вас, как своего векария, Владыка Серафим, за труды, которые вы осуществляете здесь от моего имени, управляя веренным вам уделом и в знак благодарности хотел бы преподнести вам святую панагею. А всем участникам сегодняшнего богослужения прошу раздать сразу после службы изображение Казанской иконы Божией Матери с Патриаршем Благословением. Храни вас всех, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Аминь!